Выслушать друг друга и выявить все вопросы, которые нуждаются в последующем законодательном оформлении. Депутаты окружного собрания провели встречу с главами муниципальных образований, которая прошла в рамках учебно-консультационного семинара. Участники встречи обсудили тарифы на электроэнергию, состояние дорог в муниципалитете, правила рыболовства и другие актуальные вопросы, которые сегодня наиболее всего волнуют жителей муниципалитетов. Вопросов у глав муниципальных образований традиционно много. Один из злободневных – тарифы на электроэнергию для юридических лиц, зарегистрированных на селе. В настоящее время для указанных категорий киловатт стоит 44 рубля. Как пояснил начальник управления по государственному регулированию цен Ненинского округа Сергей Андрианов, данный тариф связан с расходами муниципального предприятия, которое обеспечивает потребителей электроэнергией. В каждом киловатте порядка 15-17 рублей – это только топливо, без учета ремонтных работ, заработной платы сотрудников и других расходов. Основной фактор – это, как я указал, топливо. А топливо, как мы все знаем, из года в год дорожает. То есть, если сравнивать, допустим, с предыдущим годом, то рост цены на топливо составил порядка 10%. Окружные парламентарии также отметили, что такие высокие тарифы на электроэнергию сдерживают развитие муниципалитетов, частного предпринимательства на селе. Хотя в последнее время ведется речь о развитии и поддержке малого и среднего бизнеса. Когда мы говорим сейчас по электроэнергии, это гиперзлободневный вопрос. В том смысле, разговоры самые разные, самые нелицеприятные. Потому что, вот мы говорим, в структуре бюджета, сколько здесь они занимают расходы, правда или нет, начинают откачать уличное освещение в том числе, чтобы сэкономить средства. Это фактически говорит о том, что наши тарифы и по теплу, и по электроэнергии, они фактически являются запретительными в том смысле, что больно бьет по бюджету муниципального образования, по частным предпринимателям, которые мы декларируем о том, что они должны развиваться, и последнее там по торговле. Разговоры о развитии конкуренции в этой сфере возникали неоднократно. Однако конкретных результатов пока нет. Также на заседании обсудили вопросы о регистрации прав собственности на земельные участки, размерах компенсационных выплат многодетным семьям взамен бесплатного предоставления земельного участка, о правилах рыболовства в границах населенного пункта и содержания дорог на селе. Как отметил депутат Виктор Кминсь, такие встречи взаимовыгодны. В таком формате при участии всех депутатов озвучиваются проблемы, вопросы, которые волнуют сельских жителей. В ходе живого диалога рождаются предложения по их решению на законодательном уровне. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.